Мои любимые, привет мои хорошие. Иду на процедуру. Как всегда все бегом. Идем, Томас. Как всегда все бегом. Сейчас муж сказал, за мной заедет. Меня довезет. И я слонится с сынокой. В машине. Сказал, три минуты, я уже здесь. Подожди, Томас. Томас бежит, как будто он идет наводить красоту. Иди сюда. Подождите. Ой, неугомонный. Неугомонный. Он мой муж. Еду с ним. Пойдем. Пойдем, Томас. Идем, 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 идем. Томас, идем, я опаздываю. Ну ладно. Хочет пописать, видать. Как на нем хорошо эта куртка. Или плащик. Теперь идем. Он на кофе идет, девочка. Он уже дорогу на кофе знает. Какой продуманный. Вот так. Лена. На мужа машине. О, здесь высоко. О, у меня в 11 часов было назначено. Потом она сказала чуть-чуть с опозданием. У меня много, ох, девочки. Вот знаете, вот вроде бы ничего такого она не делает, да? Ну она там. Ну у нее график. Она даже себе рабочую взяла. Ну она там целый день тоже. Знаете, у нее ребенок, только родившийся ребенок. Целый день. Она в этом тоже находится. Вот с утра открывает. Ай, она... Да, у нее 3-4 месячная девочка. Такая хорошенькая, такая маленькая, аккуратненькая дочка у нее. Она ее, если отдала, как у нас, ну там... Ну здесь с 3 месяцев сразу можно отдать. Вот мне так жалко вот таких маленьких. Ой, дай бог здоровья, дай бог здоровья, хотела сказать. Бабушка Адамчика смотрела за ним. Очень смотрела. И дедушка, и бабушка. Ну бабушка смотрела, конечно. Моя сестра в 3 месяца, в 4 месяца, что ли, 3 месяца, что ли, на работу вышла. Ну, они тогда щедро вместе в одной организации работали. Ну, щедро гладил внизу. Я что ж там работала? Года 2, наверное. Потом... Ну, он очень плохо оплачивал. Сколько денег должен остался моей сестре тоже. Моему зятю тоже. Он одну зарплату давал, вторую наполовину, третью тоже наполовину, четвертую не давал. Потом опять давал. Ой, такой шум. Здесь в этой машине. Ну ладно. Это же рабочая. Вот так. Сейчас пойду. Ой, я последний раз... Последний раз она мне ресницы делала вот этим. Ну, как химию вот эту на ресницы, да, красила. И чуть-чуть завивку на ресницы делала. А перед этим она чуть-чуть там массаж сделала. Чуть-чуть крем намазала. Потом маску. Ой, девчонки, как будто вот у меня было такое ощущение, что я вот, не знаю, на какой-то отдых пошла. Вот настолько вот мне понравился предпоследняя процедура, да. Просто мне, может быть, нужно было, да. Ну вот сейчас тоже вот часик уходит. 35-40 евро. Каждая ее процедура 35-40 евро. И она там, она неплохие деньги зарабатывает. Очень даже неплохие. Она вот закончила вот эти курсы, которые... Если у меня сестра жива была, я тоже хотела их делать. Но сейчас с ребенком у меня не получается. Они дорогие. Там 3 с чем-то, 3 700 что ли стоит. Оплачиваешь ей 3 года там учишься. А потом они тебе на стажировку отправляют. Если там где-то тебе там... Ну, им понравилось. Вот эта девчонка, которая на нее работает, она тоже стажировку проходила. И она ее к себе взяла на работу. Раньше она одна была. Вот это помещение ей мама то ли подарила, то ли в аренду ей дать. Но это ее помещение. Так что она... Ну, девчонки. У нее такая мать тоже. Молодец. Которая, ну... Помощь, короче, есть девчонки. У нее брат и она. Их двое. Она тоже очень много лет встречалась с одним... Она убивалась за него, девочки. Так она его любила. Так она хотела за него замуж и все. Много лет. Только зря она с ним время потеряла. Он потом начал там запрещенные препараты курить. Короче, он не хотел жениться. Они квартиру снимали. Это все на себе таскала. Вот она... У нее другой кабинет был. Там она платила аренду. Потом мать ремонт сделала вот этого кабинета. И ей дала этот кабинет. Она сказала так мне. А я вот, ну, не спросила, ты плачешь, не плачешь. Мне это зачем? И познакомилась она с другим парнем. В течение, не знаю, полгода-года она замуж выскочила. Ребенка родила. Такая она молодец, девчонки. Она вообще молодец. Сама себя вот... Она на ноги поставила. Вот смотрите, его, ее мужа, родители. У них квартира была. Им квартиру подарила. Мать подарила заведение. Но я так как поняла, да? Он работает. Он тоже работает. Он работает на отца. У отца предприятия автобусов, что ли. Короче, неплохо живет, девчонки. Вот хоть и неплохо живет. Вот видите, работает. Она тоже говорит, ой, иногда так. Она здесь до девяти ночи бывает. Иногда так неохота утром, говорит, ну а что делать надо? Потому что люди хотят деньги сделать. А на нее посмотришь, такая простенькая, и все. Понимаете? Вот я уже подъехала. Ой, девочки, целый день этот пишет моему мужу. Ну как там, нашлась, нашлась. Я говорю, подожди. Инстаграм мне уже выслал свой. Все, Александр очень хочет, очень хочет. Ай, не знаю, девчонки, я не ручаюсь ни за что. Но я знаю, что он работает, и хороший мальчик, и все. Вот. А потом уже с человеком жить надо, девчата, чтобы ты точно знала, кто он, что он. А я так просто по слухам, понимаете? Вот я уже приехала сюда. Сейчас посмотрим, девчонки, что она мне сделает. Она мне разрешает снимать, я покажу вам. Вот, девочки, звоню. Ну, это ее фотографии там. Она вообще молодец у нас. Рабочих людей обожаю, девочки. Алисия, hola, mi amor. Добренькая такая. Посмотрите, сколько чеков. Каждый этот чек, который заплатили карточкой. Вы представляете? А наличные сколько люди заплатили? Она мне два месяца принять не могла. Вот настолько у нее заполненный график. Девочки, вот такая я сейчас захожу и выхожу, вот такая. Как будто в космосе побывала. Вот такая отдохнувшись. Хотя сейчас эта процедура очень болезненная, девочки. Знаете, такое ощущение, что ногтями вот меня царапает. Там какая-то машинка есть. Она говорит, что это очень хорошее. Ну, хочет сказать, что... А, сейчас она... А у нее постоянно одна и та же музыка, девочки. Ну, видать, у нее вот этот диск. Вот так, девчонки. Посмотрим, сниму или не сниму. Но я сниму вам потом, может быть. Вот процедуру не буду снимать, потому что я такая закрытая. Как его... Не знаю, короче, попробую, девочки. Нравится мне сегодня моя укладка, так собрала. Сегодня практически не расчесывала, с утра расчесывалась и все. Два раза сегодня купалась. Причем на работу пойти, себя прийти надо было. Не могла себя прийти, как тело, как каша была. Потом уже пришла с работы, я сполоснулась. Я говорю, Каэтаночка, одень курточку. Она мне говорит... Ты вообще, тетя, ты не видишь, да? Я же одела свитер. Ой, уже наряжается, свечата. Уже мне такую прическу не хочу, такую не хочу. Ай, взрослеет девочки, прям на глазах. Уже такие вещи иногда говорит, что... Ну, я же не хочу, зачем я должна это делать? Такая, знаете... Я этот день говорю, покажи куртки, которые ты купила дяде тоже. Ой, мне сейчас неохота. Когда у меня будет желание, покажу. Она обратно эти все вещи вытащила. Ой, девчата. Она мне говорит, это я уже одевать, наверное, не буду. Я говорю, ну это же тебе лезет. Почему не будешь одевать? Не буду. Это, говорит, детская. Она уже хочет взрослую одежду, понимаете? Ну, не взрослую, но... Это, говорит, слишком детская одежда. Ой... Девочки, знаете, что я подумала? Я приду домой, вот сейчас на квартиру, сегодня останусь на квартире, сегодня живу учительница. Приду, этот, на квартиру и составлю меню. Все недельное меню. Что я буду готовить. Вот, например, там, первое, второе, там, ужин. Первое, второе и ужин, да? На целую неделю, чтобы у меня не было вот этих заморочек. Чего сготовить? Чего не сготовить? Как мне это надоело? Постоянно думать, что сделать? Спрашивала какая-то она такая, кроме супа, все что угодно. Спрашивала, что она, он такой, удиви меня, надоело уже удивлять всех. Меня никто не удивляет. Вот так, девочки, меня никто не удивляет. Я сама себя удивлю сейчас. Зайду. Так, очень такая рожа большая, нет, девочки? Мне же писали, ваша рожа не заходит, уже не входит в кадр. Вот сейчас я заметила, что точно не входит. Какая-то уважая. На таком тонком стеблёчке, такие, щёчки. Ой, девочки, посмеюсь хоть сама над собой. А чё, а чё из-за такого? Иногда утром просыпаюсь, ой, девочки, если вы меня увидите. С утра я бываю, бомбасик. Натуральный бомбасик. У меня глаза боят там, я ехал обратно на место. Нос вообще вот так. Уши какие-то кривые. Короче, всё криво, я всё больно, я всё шальная. И такая, думаю, мамочки, мне есть вот ещё, говорят, доброе утро, моя красавица. Я думаю, ой, надо же вот так. Ой, девочки, не знаю. Надо же вот так, да, привык, наверное, уже к этой физеноме. И уже ничем не удивлю. Делаю я этот массаж, девочки, себе. И так постоянно делаю по вечерам. Знаете, потом у меня даже это болит. Вот так, вот так, вот так. Надо этой пиндюркой делать. Вот нахера я её купила, я не делаю. Эту пиндюрку, которая, как там, на форум, да? Форт Луна-2, короче, да, купила вот эту мыть. Уже тоже сколько времени не мою. Ну, сейчас, сейчас, знаете, иногда бывает, ну, так и делаю видео. И вижу себя такое, ничего ещё, да? А потом на видео смотрю, когда уже снимают. Совсем другой вид. Ой, ладно. Столько кофе пью, девочки, что зубы аж жёлтые, видите, да? Не уходят, драю, драю. Много тоже мыть нельзя, и мастеру. Ну, вот так, короче. Ладно, девчонки, оставляю вас, а то я начну ля-лякать, здесь и не останавливаюсь. Девочки, это реально больно. Смотрите, что она делает. Кусочек вам покажу. Такое я ощущаю, что иголками. Ну, она говорит, что это очень хорошая процедура. Девочки, на моё лицо такое ощущение, что все кошки мира меня расцарапали. Ой, щипит, горит, девочки, всё горит. Сейчас самое приятное, сейчас самое будет, которое я больше всех люблю, маску. Сейчас она мне сделает. Ой, девчата, эта маска вообще обалденная, честное слово. Сколько масок пробовала, вот это самое хорошее. Ой, вот это. Ой, она ещё холодная, как приятно, а то лицо горит. Девчонки, вот так, всё уже готово сделала. Лицо всё равно горит. Она мне сейчас сказала, уже без этого, без крема от солнечного загара не выходить. Щипит всё лицо. Цена тоже поднялась, девчата. 60 евро. Было 42-43, что ли, я раньше платила. Я 60, она сказала. Понедельник, пандемик приду. Она мне сказала, я тебе брови... Это же она мне, девочки, 240 евро дала. Татуаж в брови она мне сделала. Вот как... Один в один, да? Называется. Волосковая, вот, правильно сказать. Волосковая сделала. И она вам сейчас посмотрела, и ей, конечно, результат девчонки очень плохой. Но вы сами видите. Помните, я... Помните, я же вам показывала, что я делала. А у её матери тоже сделано. Но её матери очень хорошо сделано. Я её матери увидела и тоже захотела. И она мне говорит, не нравится мне этот результат. Я, говорит, тебе за свои деньги... Но я считаю, что правильно, девочки. Она же мне их сделала, и вот плохо получилось, да? Потом девчонки в Махачкале два раза мне делали. Первый раз мне здесь сделали, испортили. Первый раз мне сделала девчонка, испортила брови. Потом мне в Махачкале их решили исправить. Но тоже быстро ушло. Вот в Махачкале мне... Вот, смотрите, стрелки сделала и брови сделала. Брови не остались, а стрелки остались. И губы я делала. Махачкале. Татуаж я имею в виду. Потом... Что-то моего мужа нет. Может, кофе мне съесть выпить. Не знаю. Сказал, приду за тобой. Потом, девочки, я здесь у китайки сделала. У моей китайки. Тоже хреново. Так, муж что-то написал. Минуту. Не успеваю ни на какой кофе. Такой запах здесь нехороший. Вот этот... С этой кафешки все время такой запах неприятный выходит, честное слово. Вот, как будто вот готовят, не знаю, что там готовят. Горит, как будто чеснок. Еще что-то. И потом я сделала еще раз в Махачкале. Нет, китайка мне сделала. Потом я поехала в Махачкалу. В Махачкале мне еще раз сделали брови. Вы представляете, сколько раз? Эти брови просто изнасилованные. Потом, девочки, я приехала сюда, обратно. Мне сделала опять китайка. А потом, вот, нет, сперва она, а потом опять китайка мне пудрила уже, пропудренные сделала. Эти брови, девчонки, дорогие брови, как машина целая обошлось мне. Это же тоже не дешевое удовольствие. Китайке я 70 заплатила, потом еще раз 70. Этой 230, мне кажется, да, один раз. Потом за то, что она мне там второй раз там корректировать, что мне надо было, тоже заплатила. Уже не помню, сколько. Потом в Махачкале 3 500, что ли, 4 тысячи, что ли, давала. Первый раз там я 11 тысяч давала за это, за это, за это. Помню даже первый раз, который я делала. А потом уже я уже счет потеряла, сколько эти брови мне обошлись. Так что вот так, девчонки. Сейчас она мне сказала сама, я даже ей ничего не говорила. Я говорила, мне бы хотелось, чтобы ресницы мне покрасила в черный цвет. И она мне говорит, они же у тебя и так черные. Я говорю, ну я хочу еще чуть-чуть, еще чуть-чуть больше, чтобы были черные. А то они смылись немножко. Она сказала, хорошо, понедельник в 11, понедельник в 11, в 11.30, мне кажется, понедельник она сказала. Потом она мне там скажет, а в 11, в 11 сказала. Сейчас девочке за стаканами поеду, за бокалами. Вообще позор. Позор. Сколько я их прождала, эти стаканы. Посмотрите, какое красное лицо. Ладно, вам потом бокалы покажу. Девчонки, в инстаграме напишите мне уже адреса, у кого есть по тысячу, да. Кто из России, я не могу отправить. Я бы отправила, девчонки. Но как только вот это все откроется, да, я вам слово даю, что никого я не оставлю без бокала. Кто мне написал тысячу этого. Так что целую вас, девчата, но не прощаюсь. Девочки, бокалы золотые, наверное. Нету его. Я тоже, конечно, сглупила. Надо было бы мне позвонить. Ой, я вас поймала. Я вас чуть не уронила, девчата мои золотые. И так здоровья ни хрена еще у вас сохранять не хочу. Короче, бокалы его нету завтра. Мы договорились завтра. Я сказала секретарше, завтра я приду. Это вообще позор, девочки. Позор. Мне самой неудобно уже. Не то, что там... А ему, я не знаю, ему, наверное, все равно. Вот поэтому у него вот так и работа не идет, девчата. Вот поэтому. Я помню, у нас здесь есть одна чуррия. Чуррия, где завтрак дают. Чуррия, это как лепешки, но они тоненькие такие, знаете. Внутри полупустые, но они сделаны из добного теста. Очень они любят их. Вообще ихняя традиция, да. И, девчата, не поверите, он заказал на Новый год. Вот здесь на Новый год вот такие всякие эти дают. Ну, ты там, как клиенту, там дарят тебе то брелок, там, могут кошелек, там, или календарь. На Новый год обязательно. Вот ты пойдешь в любое место, где ты постоянно покупаешь. Если он знает, что ты постоянный клиент, он тебе обязательно какой-нибудь презент делает, да. Вот календаря особенно большинство. И ему заказал он брылки. Вот как на машину, как на ключи. Он заказал их в октябре. Он заказал их в октябре. Девочки, я ему говорю, Хасурис, надо это вот сделать. Он такой, да, 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 да. Они же должны были, они там распечатать должны были. Томас, перестань. Распечатать должны были по компьютеру. Там, ну, там, с красками, со всеми делами. Кружочки такие, чтобы их вырезать, а потом открывать и туда просто ставить, да. Ну, это такая типография. Он, короче, нам, это, это, эти подарки делаются до Рождества, до 25-го числа, самое большее, да. Потом уже никто и не делает. Он, девчонка, до последнего тянул. Короче, на Новый год мы их сделали где-то, наверное, 30-го числа. Он их отнес, он сказал, заберите, нам это не нужно уже. Мы тебе уже столько простили, зачем нам сейчас это. И вот так, знаете, сколько заказов ему обратно возвращали. Это столько, я работу делаю, другую работу делает. И потом это, такие специальные ложки есть, пластмассовые. И вот там, этот, гостиница писалась. Ставили на топографию и печать такая, знаете, вот это. Я не знаю, тысячу с чем-то. Нет, 10 тысяч ложек вот этих пластмассовых. Девчонки, я распечатала, он отнес, они сказали, нам уже не нужно вернуть 10 тысяч уже. Это уже все, девчонки, это там такая краска, это уже пластмасс. Это уже не ассоциация с тоном, ничем не уходит, понимаете. Вот такие работы, знаете, сколько раз. Вот поэтому у него, потом он говорит, работы нету, работы нету. Я ушла с работы, оттуда я ушла, но мне очень нравилось, девочки. Вы знаете, вот, как вам сказать, там так спокойно, там семья работала. Вот жена его, двое его сыновей и он, и секретарша, и я еще. И, конечно, девчонки, он оплачивать уже не мог. Он оплачивать не мог, а здесь на кофе когда меня позовут? Ладно, девчонки, завтра пойду, завтра вам бокалы покажу. Вот так. Томас, слушай, как тянет, и кому-то там, я не знаю, 15 килограмм. Вечно голодный, вечно, постоянно все нюхает. Вечно голодная собака, девчата. Вот так. Вот такие у нас дела, девчата. Вот такие дела. Сегодня я из дома ходил тоже в этот, нам нужно на другую, на этой кухне сделанную, а вот где у нас будет как-то раса открытая, там на потолок нам нужно обратно купить вот эти утеплители, да, ну, чтобы жару не пропускало, ни холод, ни жару. Опять подняла, 6.50 стало. Вообще, девчата. И он говорит, покупайте, покупайте, говорит, материал, чем быстрее, тем лучше, потому что это все равно будет сильно подниматься. Короче, цены взлетают, девчонки, на все. На все взлетают цены. Только не на зарплату, конечно. Зарплата, это же все очень сильно подняла, девчонки. Все. Просто, да, двойная-тройная цена, девчонки, двойная-тройная. Я же вам говорю, вот даже вот черепица. Мы когда дом строили, 1 евро нам черепица обошлась. Мы 6 тысяч евро отдали за вот эту всю, мой дом. Сейчас черепица стоит 6 плюс ива. Ива это 16%. 6 евро каждая черепица. Вы представьте себе, вот сейчас, потому что мы купили заранее. Если бы мы заранее не купили бы, сейчас вот это 4 тысячи дошло бы. Мне страшно даже подумать, сколько мне сейчас за окна скажут, девочки. Просто страшно. По одному, по одному поставлю. Я думаю, до Нового года закончу. Не знаю, смогу ли я закончить до Нового года, нет. Потому что цены, девчата, это вообще... Мне же еще кафель надо купить. Короче, мне внутренние дела, вы же сами знаете, внутренние работы, это еще дороже стоит. Внутренние. Потому что даже вот обычный цемент, как поднялся. Ладно, девочки, оставлю вас. Настроение упало. Хотела бокалы взять. О, на Карине. Настроение просто... Настроение просто... Без кофе надо, но... Просто упало, девочки. Вот настолько. И на продукты поднялись цены, и на стройматериалы поднялись цены. У нас сейчас овощи стоят, как будто мясо ты покупаешь. Мясо, как икра стала. Представляете, да, вот так вот настолько? Живи, как хочешь. И это не жалоба, девчонки. Это просто не знаешь, это просто становится страшно. Страшно, потому что цены на зарплату остались эти же. Эти же. Но раз вы так подняли... Раз вы так подняли цены, зарплату тоже поднимите. Но нет, девчонки, не поднимают. Безработица у нас в Испании сильнейшая становится. Потому что они могут, никто ничего не покупает. Кто стройматериалы будет сейчас покупать? А здесь держалась Испания, вообще на стройке держалась очень сильно. Короче, вот такие дела, девчата. Страшно. Ну ладно, живы будем, не помрем. Нас ничем не напугать. А что, у меня есть земля. Картошку буду сажать, морковку, свеклу. Буду борщик после варить. А что делать? До этого еще не дожили, конечно. Но если что, девчонки, буду животное держать. Куры есть. Мясо есть. Будет. Мясо будет. Яйца будут. Корову заведу, сыр буду делать. Просто заживу. Припевающе. Как я правильно поступила, что я все-таки землю купила? Это же, это всегда. Всегда плюс. Ну что ты в квартире, ладно? Можешь там на подоконнике что-то выращивать. Но нет же. Нет, все равно не то. Не знаю, в следующем году я... Просто было невыгодно девчонке сажать, понимаете? Было невыгодно сажать. Килограмм помидоров у меня неделю не кушается. А эти помидоры начинают давать и давать. А воду сколько они берут. А потом просто так брать, всем раздавать. Еще главное, таким лицом берут. Что это, помидоры? Ой, да не надо мне. Мне если я купила... Ну давай две штуки возьму. Вот так, девочки. У меня был в один момент, что я кроликов разводила. И не могла, девчонки. Я кроликов не ем. А вот... Вы знаете... О-о-о-о... Я не знала, кому их пихнуть. Потом убрала. Зачем мне это надо? Они рожают, знаете, как... Фуф! Фуф, как они рожают. А потом убивать их, чистить... Мой муж тоже говорил. Я не могу. У меня постоянно потом этот... Вот здесь я прямо этот запах мертвый. Да, не хочу. Он жаловался. И для него сложно было. Я даже своих курей не убиваю. Девчонки вот умирают сами по себе. И все. Я вот не могу, девочки. Поэтому я сказала, то, что убивать надо, я не хочу. Целую вас. До завтра, девчонки. Пока. Не забываем подписываться. На мой шортс-канал подписывайтесь, девчонки. 700 с чем-то набрала. И все. Наталья Курманова шортс. Я оставлю ссылку внизу в описании. Поставлю ссылку на свое это. Девчонки, там чуть-чуть осталось. Столько вроде бы у меня доброжелателей есть. Большинство, конечно, люди хорошие подписались. Спасибо. Да хоть не смотрите, подпишитесь. Хочу тысячу набрать. Потом уже дальше больше сама пойдет. Целую вас. Девчонки, до завтра, мои золотые. До завтра. Любимые, я с вами попрощалась. Но вновь вышла. Знаете почему? Хочу вам сказать. Сейчас читаю комментарии, девчонки. И мне одна девчонка написала. Сейчас я скажу вам. Гала, мне кажется, ее зовут. Знаете, она мне пишет. Не гневи Бога. Вы очень богаты. У вас дом. Много земли. У всех машины. Мотоциклы. Животные. Их тоже надо покормить. Девчонки, без очков. Ну, стараюсь. Вы вся в золоте. Строите еще один огромный дом. Кухня. У вас есть муж, племянники. Еще квартира сестры. Вам ничего не надо, кроме здоровья. Полностью согласна. Я прошу прощения. Полностью согласна. На самом деле она права. Знаете, вот мне даже стыдно стало. Она права. Полностью согласна. Потому что, а что жаловаться, девчонки? Что я голодная, что ли? Холодная, что ли? Худая, что ли? На мою рожу зажатую. Посмотрите. Я еще здесь жалуюсь. Грех мне жаловаться, девчонки. Ой, прости меня, Аллах, за то, что я вот так иногда иногда расстраиваюсь. Вот на цены всякие смотрю. Это ерунда. Самое главное здоровье. Вы правы, девчата. Я прошу прощения. Буду стараться так не говорить. Понимаете? Просто мы иногда не ценим то, что у нас вот прям вот возле нас лежит. И кофе могу себе позволить, девчонки. Вот сейчас сказала мужу. Принеси курицу готовую уже. Знаете, не готовая. Она такая, альбасию. Ну, вы поняли, короче, она уже полуготовая. Ее в духовку и все. Сейчас гречку сварю, девчонки. Ой, это не то, что... А моя мать бедная, сколько работала. Даже вот толком не наедалась, да, вот она. Я вот помню, да, вот она фрукты покупала. Она вообще их не ела, чтобы нам достаться. Знаете, девочки, да, я вам что скажу. Вот когда ты... Как это будет? И не забывайте, моя дочка не понимает, когда я говорю хияр, похеру. Она не понимает эти слова. И поэтому я это говорю. И даже если понимать, моя мать тоже говорила. Я мимо ушей. Это не значит, что если... А что, девчонки, если вы матюкаетесь, ваши дети тоже должны матюкаться? Ребенок должен знать, что можно, что нельзя. Моему сыну 19 лет. Он еще передо мной хияр не говорит. Понимаете? И я ему не то, что сказала запрет. Он просто знает. Каждый из наших ребенок знает, что можно, что нельзя. Вот знаете, девчонки, как надо жить? Вот честно говорю, девчонки. Вот как моя бабушка. Она никогда ни о чем не думала. Она не задумывалась. Ее дети сытые, не сытые. Она только о себе думала. Поэтому прожила почти до 90 лет. Она рожала детей. Моя мать за ними смотрела так, как старшая была. Моя мать ими кушать готовила, с чего могла. Она ни о чем не думала. Она не купала их, ничего. Ей было все похеру. Поэтому до 90 лет прожила. А моя мать за всеми кипишилась. И так, и сяк, и то, и это. Поэтому 63 года сгорела и умерла. Потому что нервничала, переживала. Не нервничайте, не переживайте, девочки. Не надо. Толку не ту. То, что зачем мне думать за завтра, если я еще не знаю, до вечера я дойду или нет. Я у вас прошу честное слово извинения, потому что полностью права с вами. Не всегда я бываю, не всегда я бываю осмотрительная. Не всегда бываю я вот такая, знаете, вот. Надо думать, прежде чем что-то говорить. Я иногда ляпаю, девчата, не думая. Вот то, что есть в голове, говорю. Я даже через... Какой в голове? То, что есть на языке, мне через голову даже не проходит. И вот иногда такое ляпну, а потом думаю, ну вот. Аж стыдно стало. Вот почитала, да, аж стыдно стало. Ей тоже написала, прошу прощения. На самом деле, девчата, и дом есть, и покушать есть, и муж золотой есть. Сегодня-завтра мне что-то надо, бац, пойдет, шабашку сделает. У меня работа есть, у меня дети не болеют, ничего. Дай бог им здоровья, дай бог вам тоже здоровья и мне здоровья, девчонки. Надо все смотреть через... Вот так. Вот так. Это вижу, это не вижу. Вот так надо. Надо научить себя. Не все мы можем, но я вам что хочу сказать. Я над многими ошибками своими работаю, да. Над многими своими ошибками. Знаете, у меня вот раньше бывало, я что-то делаю, девчонки, и сама с собой разговариваю. Начинаю, 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 начинаю. Вот сейчас я эту привычку тоже убрала. Моя мать тоже так делает, а видать нервы у нее были не в порядке. Вот я сказала, не хочу. Моя мать нас пугала вот так. Она иногда сама с собой разговаривала, да, вот так говорила что-то там. Это, и я все время пугалась, думала, что с ней, почему она так. Надо за здоровьем следить. У нее уже 45 лет, начинали сильно волосы падать. Она даже к врачу не пошла. Она даже к врачу не пошла узнать, почему у нее так сыпятся. Может быть, у нее анемия была. Анемия, да, была. Она даже не проверялась, она даже не смотрела на это все. Понимаете? Вы представьте себе, у нас сейчас, не знаю, как это так или не так, у нас там, если ты там какие-то лекарства берешь, сколько-то там пенсии меньше бывает. Она вот отказалась от лекарств, чтобы пенсия больше была, чтобы своему брату пихала. Она эту пенсию даже не видела, девчата. Она за эту пенсию даже не ходила. Вы представляете, да, насколько девчонке ей было, вот все ему, все ему, доказать кому-то, что вот как ее брат хорошо сидит. Надо было за здоровьем следить. Имея двоих детей таких. Я думаю, что моя сестра тоже вот, когда мы мать похоронили, уже маэстро голову не подняла. Потом, когда бабушка ушла, моя сестра живнее души не чаяла в бабушке. Вот это тоже переживала, все переживала, и вот так получилось. Не переживайте ни за что, девочки. Только за себя, только за себя любимой надо думать. Вот честно слово говорю. Вон, смотрите, мама Сева Адамьяна. Ирак переодолела. Сахарный диабет, жрет все, что хочет. Он на нее орет, а ей отсюда заходит, оттуда выходит. Она сейчас продает. Татьяна Васильевна, честное слово, умница такая. Вот она, девчонки, всех переживет. Ни за кого не беспокоится. У них там такая обстановка, она говорит, надо все продать, надо деньги иметь, она сто лет жить хочет. И правильно делает девочке, если так рассудить. А она только о своем желудке думает. Понимаете? Все время она за еду говорит. Рыбки у меня нету, капусты уже не хочется. В ее возрасте, девочки, не то что каши, на капельницах людей есть, которые вот с таким положением. Она ни о ком не думает, ни о чем не думает. Как она дрыхнет? Вы видели, как она дрыхнет? Телевизор во всю Ивановскую дрыхнет без задних ног. Да будить ее не могут. Дочка 10-15 раз позвонит, она даже ей не перезвонит. Ей похеру. Дочка в такой обстановке живет, там бомбят, а ей даже похеру. Не чтобы день-два-три раза позвонить, узнать, как ты, жива не зарубь. Ей все похеру. Вот так надо, девочки, надо научиться вот так. Вот так. Вот я так считаю, да? Одну мою подписчицу, очень любимую мою подписчицу, которая душой за нее болеет, сегодня ее уволили, она бедная так расстроилась. Я сказала, даже не расстраивайся. Все равно Бог знает, что делать. Не расстраивайся, моя дорогая. У тебя все будет хорошо. Я уверена. Если нет, поможем. Не оставим тебя в беде. Не беспокойся. Ни за что не беспокойся. Иду. Ой, опять чуть вас не уронила. Ой, девчат вообще. Иду, девчонки, за моей дочкой. Сейчас пойду. Раз, целлюю мою крышавицу. Будь-будь-будь-будь-будь-будь-будь. Теперь буду неделю один раз ходить в себе лицо делать, девочки. Кто его знает, сколько лет мне осталось. Хочу жить, хочу смеяться, хочу радоваться. Если плачу, хочу плакать только потому что счастливая я, девчонки. Вот и все. Постоянно. Постоянно я только думаю об этой смерти. Об этой смерти я уже устала физически, морально. Устала постоянно, девчонки. Я каждый день плачу, только и плачу. Хватит уже. Устала уже, девочки. Уже устала. Понимаете? Уже устала. Все равно придет. Только никто здесь не остается. Мы все туда пойдем. Но все равно душа болит. Но я буду стараться, девочки. Я буду стараться. Хочу жить. Хочу радоваться. Хочу увидеть своего сына еще, что вот женится. Хочу их детей на руки взять. Хочу им показать, что вот так. И себе хочу. Все хочу, девочки. Ходила яхит у леду. Какого хера туда пошла? Пешком пошла, ногу натерла, девочки. В банк, говорит, ушел. В банк ушел. И нету его. Я сказала, тогда завтра приду. Насчет банка моего, девочки. Я не знаю, почему это проблема. Они мне не говорят, почему они мне деньги постоянно вот так замораживают. Они мне не говорят причину. У меня нету испанского... У меня есть вид на жительство. Постоянный вид на жительство. Так как муж испанец. Счет сейчас. Счет на мне стоит и все. Я не взяла... Россия, Испания не дает двойное гражданство. Потому что у них нету... Там определенное должно быть. Это нету девочки. Не дает двойное гражданство. Поэтому я от своего гражданства не хочу отвлекаться. Потому что если взять испанское гражданство, мне надо отказаться от моего гражданства. А я не хочу отказаться от своего гражданства. Потому что сегодня, завтра я захочу домой поехать. Мне постоянно визу надо брать. И это все. так что не хочу девочки я все-таки остаюсь дагестан ну россиянка россия это принадлежит россии дагестан принадлежит россии россия продолжит россия тут такой лап на девочки так иду школу о вы меня спрашиваете зачем тумасиком куртка вижу на жарко днем девчонки он трясется вот ему реально холодно я вижу девочки ему реально холодно он трясется так что вот так муж сказал я сейчас подъеду и нету его а я не успею школу если в воду ждать так что пошла я я вас люблю вас целую профил вот мой джигит о мой джигит мой джигит прошел если я что-то сказала девчонки не берите близко к сердцу да вот и надо ляпать да девчонки не обращайте внимание ну вот такая я дуриндой надо было люблю вас девчонки 10 тысяч раз хочу вам сказать что люблю вас девочки я вам очень очень благодарна за все за то что вы у меня есть куртку я не нашла вы говорите куртка это который у меня там это это светлая куртка у меня темно-синяя есть джинсы тоже темно-синие так что не нашла вот так не знаю зашли об а зашли воровать только куртку забрали и ушли